здравствуйте друзья добрый вечер хотел поделиться соображениями которые пришли в голову мне когда я сегодня утром начинал новую группу там было невероятно и количество ну в смысле процентное процент но людей которые просто из школы пришли вот high school диплома среднее образование там их было четыре человека в классе там где 28 значит четверо были просто вот из школы но не прямо так вот из школы а вот там годик поработали где-то вот один там был мальчонка такой прикольный симпатяга такой американско выращенный я не знаю какой у нее там бэкграунд этнический ну такое ощущение что вот и латинские но не уверен вот очень смешной парень и еще были и вот я стал потихонечку разбираться значит что получается этот паренек его отец ему сказал что ты знаешь что давай вместо того чтобы по университетам ходить там и много лет тратите много денег все-таки это довольно дорого вот давай кого-то начни работать сам себе заработаешь или может компания тебе оплатит там университет это же бывает вот во всяком случае ты хоть будешь понимать чему учиться тут и сейчас закончу университета дальше неизвестно как тут подход все это будет что часто бывает я думаю не реже бывает в америке чем например там российской федерации и вот и вот остальные тоже то есть сейчас как бы такая тенденция я раньше только читал об этом что вот люди которые заканчивают такое профессиональное образование не выше а такое типа ну не знаю пту там техникум специфически готовящие его какой-то конкретной работе что эти люди сейчас больше зарабатывают чем люди которые получали там бакалавра и я думаю что наверное те люди которые получали бакалавра по компьютер сайенс или там электрикал инжиниринг или может быть там микеников инжиниринг и которые работают по специальности они безусловно зарабатывают больше чем скажем техники там какие которые работают может быть в той же индустрии но очень много людей получают бакалавра в какой-то такой профессии в которой даже если найти работу много не получишь таких профессий много с одной стороны с другой стороны просто не работают по профессии даже если профессия может быть более-менее ты ничего и вот получается что люди с как бы со средним специальным что ли образованием вот мне не нравится этот термин он не точный люди которые закончили трейды school вот такую как бы да профессиональную школу так уж не не высшее образование трейд-скул а это может быть там полгода как у нас это может быть год где-то это может быть даже два года где-то это реально зависит от того что там у тебя за профессии это может быть скажем профессия требующие много времени ну скажем медсестра да и вот а может быть какая-то меньше времени там ну я не знаю трак водить и так далее поэтому ну или вот там на того же тестировщиков программного обеспечения и вот я смотрю такая тенденция я стал расспрашивать народ который у нас там школе еще есть и говорят да ты знаешь поскольку здесь все люди образованы в крепневой долине специфически очень высокий процент людей с высшим образованием соответственно молодежь рвется к образованию потому что без формального образования тоже сложно и ну то есть как бы куда пойдешь и вот даже не то что университеты где просто дорогу но даже сити колледжи там настолько востребованы вот все эти вот классы что иногда люди ждут там достаточно продолжительное время просто чтобы взять там тот или иной класс то есть система сити колледжей комьюнити колледжи она перегружена кроме того насколько я помню какое-то время назад у них с финансированием были ограничения сильные вот и как-то она ужалась вся эта штука короче молодняку не хватает не хватает возможности просто учиться но недорого учиться в комьюнити колледжи поэтому такая интересная тенденция я честно говоря как-то так ну я слышал но я читал там ну ну да но получается история такая что действительно высшее образование растет в цене если вот посмотреть там какие-нибудь графики как каждый год увеличивается стоимость обучения в университете как она растет и не только в университете даже вот такие школы как наши я я хочу сказать что при всем при том что мы может быть запасли вот за последние пару лет мы там дважды должны были под поднять немного цену но но вот скажем так двумя двумя заходами она выросла с 4000 до 4500 но мы до этого 20 лет цену не трогали вообще то есть как бы она оставалась постоянно то есть 4000 это было вот 20 лет назад тоже было 4 а сейчас 4 500 другие деньги совсем так мы как быть довольно редкое явление а там где ты не можешь класс посадить 30 человек а там 10 там 8 10 12 одеваться некуда ты будешь повышать и повышать и повышать вот собственно и все и вот так растет я кстати видел заметочку тут на днях по-моему на блумберге было а может еще где не скажу заметочка была о том что процент людей процент людей которые платят половину доходов за жилье сейчас выше чем когда бы то ни было был в истории сша то есть очень очень высокий процент людей которые платят больше половины за жилье никогда в истории страны не было столько людей и и семейных и не семейных которые сами не живут в своем жилье а живут там с родителями то с бабушкой и дедушкой у кого там место есть и так далее потому что становится как-то непропорционально дорого то есть стоимость жилья стоимость аренды жилья растет гораздо быстрее чем рост зарплаты который надо сказать в целом по стране там не сильно и растет за последние там лет 10-15 поэтому аналогичная история происходит с образованием то есть получается что да особенно особенно если ты еще и получил образование по спеца по профессии который ты потом еще и не работал никогда а то еще ты получил образование по профессии по которой езжу понятно что там денег вообще нет и никогда не было там социальный работник какой вот уж действительно доходная профессия это понимаете так вот вот эта мысль о том что пойди начни работать получай какую-то денежку и там дальше уже соображать чему действительно ты хочешь учиться вообще мысль мысль интересно и сейчас происходит какая-то движуха в этой области совсем недавно тут есть у нас тут министр образования такой господин который начал говорить что вот надо продвигать программу вот этих самых интерншипов вот можете представить вот то что мы последние там 15 лет каждого студента отправляем вот до них дошло что вот без этого трудно преодолеть вот этот разрыв между тем что есть желающие найти работу в то же время нет людей которые могли бы как бы соответствовать вот значит надо какой-то опыт дать молодняку и вот сейчас хотят я не знаю получится у них не получится или они просто поболтают очередной раз и все это спустится в сортир как обычно нет не только у нынешней администрации но и у предыдущих тоже так поболтать одно сделать другое но такой такая мысль была что вообще надо всю страну там покрыть этими интерншипами чтобы вот там молодняк работал там тут там здесь не знаю кто платить им должен но мысль в целом правильным уж понимаем вот опережающий рост стоимости абсолютно всего но в данном случае жилья 1 и образование 2 пишут насчет жилья что просто не строит достаточно жилья для рента но просто квартирам грубо говоря вот квартир не строят достаточно почему это происходит я понять не имею но я может так выгоднее даже не строите не могу сказать вот такое ощущение что меняется парадигма то есть с одной стороны мы видим что молодняк идет в университет и до во всяком случае сити колледжи так точно не попадешь вот там где дешево вообще не не пробиться вот а значит профессиональная школа вот такая как бы ремеслуха так грубо говоря ремеслуха она набирает обороты потому что она быстро и не так дорого это не то же самое что в университете там учиться вот не по цене не по срокам а в то же время уже сразу чек начинает работать выходит на уровень какой-то самостоятельности такой по жизни и вроде так дальше можно разбираться там уже когда выйдешь на оперативный простор уже решишь да конечно это еще усугубляется когда мы имеем дело с мигрантами особенно недавно приехавшими стране не адаптированными это как бы отдельная история то есть вот то что я вам рассказываю сейчас это в общем то касается более-менее местного народа вот его скажем этот мальчик с которого я начал он местный он родился тут и вырастут и там кроме английского ни на каком языке не говорит больше вот но как бы да я думаю что чисто иммигрантские так сказать flavor к этому делу да привкус этого дела вот там уже конечно нам более-менее своим понятен мы понимаем что дополнительные проблемы накладываются и с языком и с прошлым опытом и с возрастом иногда надо помоложе быть для таких дел ночью и так далее все друзья я собственно приехал так что вам всем счастливо и до скорых встреч